Девушки отдыхают 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 Майору, ваше сиятельство? Полковнику, ясно сказано. Полковнику Тюрину, бывшему солдату. Надеюсь, матушка царица мне в этом не откажет, ибо солдат для Отечества превыше всего. Я, брат, тебя крепко запомнил. И под Туртукаем, и под Римником, и под Измаилом. Ты где же павлин пучеглазый пропадал с кашами да фуражом? Солдатство после боя приустало, а тебя нет? Ну вот что, запомни впредь и твердо. Замедлишь, на первой же оси не повешу. И ты мне верь, я тебя люблю и слове свое сдержу. На двадцать верст чисто, Александр Васильевич. Пленных пять эскадронов, остальные, остальные не убереглись. Правильно, Миша, правильно. Врага нельзя отпускать с поля боя, чтоб ни один не ушел. Недорубленный лес опять вырастает. Кавалерии русской салют и слава! Ваш сердце, мундир одетесь. Оставь, Прохор. Да прибыл адъютант с эстафетой. Адъютант? Где адъютант? Личный адъютант командира отдельного корпуса, его сиятельство генерал-лан-шефа князя Лобанова Ростовского, гвардии поручик Мещерский, со срочной эстафетой. А, догнал-таки. А ну, давай ее сюда, эстафету твою. Прочитай, голубчик. Громко! Тут все свои. Его сиятельству, кавалеру и графу... Короче, генералу Суворову. Дальше. Эстафета. Исполняя приказ главнокомандующего фельдмаршала князя Лепнина, выступил я сегодня поутру по проезжим дорогам в направлении польского укрепленного лагеря, что в деревне Соколчо. Стой! Вот к этому лагерю. Приказание главнокомандующего, как известно, вашему сиятельству, изложено? Изложено, изложено. Я приказание вчера получил, и сказано в нем на редкость ясно. Идти к Соколче, и скоро. Генералу же Лобанову Ростовскому поспешать со мной вместе. А вот его что-то не видно. Ваше сиятельство. Дальше. А посему прошу ваше сиятельство ускорить движение на баталию и, соединившись со мной в поле, развернуться согласно артикулу для совместной атаки вражеского лагеря не позднее 6-го всего октября. Стой! Как это так 6-го октября? А сегодня какое? Пятое, Александр Васильевич. Пятое. Стало быть, твой Лобанов-то Ростовской. Пойди уж полдороги прошел. Завтра здесь будет. И завтра, говоришь, в атаку иди. Ах ты, беда-то! Да предмет-то для атаки нету. Ну да. Нет его лагеря. Нет его. Ну смотри сам. Видишь, дым один. Ну, стало быть, обмешурили. Разбили генерала твоего, не дождав. Что же делать, повелый бог? Стой! Не повернуть ли нам вспять? Да вместе с Лобановым опять на лагерь ударить? Нет, невозможно. Осмелюсь доложить, наш корпус движется со скоростью, предусмотренный уставом. Так-так, не торопясь, поспешаем. Да ведь как? Кругом, голубчик, кругом. А я лесом прошел. Вдвое короче, втрое быстрее. Барабан в карту. Зегорка, барабан. Я в Грушевке тысячи третьего дня стоял. А Лобанов-Ростовский вот тут вот. Вот он по полям, да дорогам твоим проезжим по всю пору и тащится. Развернутым своим фронтом. А я, собрав отряды в кулачок, за сутки полставерст лесом прошел и прямо в бой. Движение через лес является нарушением устава ваше следствие. Какого устава? Стародавнего? Гатчинского? А нет, голубчик мой. Моему солдату преграды нет. Я его палочками в бой не гоню. Он сам рвется. Везде пройдет. А где прошел один, там вся армия проходит. Так-то вот, сударь мой, здесь война. А не плац парад Гатчинской. Враг дремлет. Ждет тебя с чистого поля. Вот как князька твоего. Враг знает, Суворов застоверт. А мы удвоев, утроев шаг богатырской. Из-за гор крутых, из-за лесов дремучих, налетом орвиным, как снег на голову. Эй, коли руби, не давай опомниться. Во фланг, тыл. Русские штыки. И кончено. И слава. Словом, приказ главнокомандующего выполнен. Лагерь мой, соколка моя. А что до устава, голубчик? Ответ буду держать перед богом. Он наш генерал, он нас сводит. И перед матушкой императрицей. Прохор, подай ложку. Кашу есть буду с фоногорицами, с первым батальоном. Кашу есть буду с фоногорицей. СПОНОТОРА По личному вызову его сядетства графа Рокчеева. Извольте пройти. КОНЕЦ Благодарю. Благодарю. Пошли, Пошли, Пошли. Пошли, Пошли. Не за себя благодарю, а за благо государства российского благодарю. Встань. Встань. За империю великого порядка. Донесения и мысли твои направлены к утверждению сего порядка. Моего порядка. Ни Суворову, старику из ума выжившему, осмеливаться нарушать единообразие и стройность, установленную мною, самолерцем российским. Ваше Величество, духом неповиновения проникнут не только во сам фельдмаршал Суворов, но и генералы его, и офицеры, полагаю, солдаты. Вот, письмо, Ваше Величество, перехваченное от Суворова графу Дерибасу. Не ведаю, в каком старинном замке найден сей изъеденный мышами иноземный артикул. Сии маскарадные косицы и букли, разводящие в казармах смрад, шеи и заразу. Это о нашем воинском устале, Ваше Величество. Ещё что? 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 Твои! Не смею. Читай! Приказываю! Стишок, стишок, Ваше Величество. Поносный. Вашему Величеству. По велику графу Суворов не только во фельдмаршал, но и пеит, молва приписывая к ему. Читай! Не венценосец ты в Петровом славном граде «Одеспот и капрал на плацпараде». Сколько войск у Суворова в Тульчине? 60 тысяч из штыков, Ваше Величество. Приказано было штаб его распустить и прислать сюда. Прибыли, генерал? Нет, Ваше Величество. Прибыло двое полковников с реляцией, Ваше Величество. С реляцией? Кто такие? Тюрин и... Лобашкин, Ваше Величество. Что за фамилией? Дворяне и солдаты, Ваше Величество. Выкормыши Суворовского. За него в вагоне в воду. Полковников этих вызвать и поставить перед фрунтом на разводе. Допрошу сам. Суворова научить повиновению. Осмелиться мешкать. Вон! Послать с приказом преданного офицера. Приказ заготовлен, Ваше Величество. Пойди. Передать пакет с личным Ваше Величеством приказом фельдмаршалу Суворову. А теперь за людьми наблюдать. О духе неповиновения, ежели будет замечен, подробно донести. Ступай. Приказ заготовлен, Ваше Величество. 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 Кто такие? Ваше императорское величество, полковник Цюрин, штаба войск юго-западных. За что кресты? За Измаил, за Варшаву, за Рынк. Как стоишь? Почему мундир старый? Где косицы и букли? Устава не знаешь? Вы кому изволите подчиняться, сударь? Вельмаршалу Суворову, Ваше Величество. Награды подобают тому, кто выше всего почитает долг повиновения. Своему императору принять шпаги. Крепость! Снять кресты! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смирно! Стоять! Смирно! Смирно! Ровнясь! Какой полк? Далейте егеревской Суворовской, Ваше Величество. Полковники, ко мне! Полк! Кругом! Полк! Кругом! Дирекция! Прямо! Сибирь! Марш! Дирекция! Прямо! Сибирь! Марш! 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 Вы, кого мы почитали из первых, остаетесь последним. Благоволите во всем поступать по уставу, не доводя до напоминания о долге службы. Либо неспособности к несению оной. Павел, не повернуть вам истории вспять, Ваше Величество. Эй, да что там? Прохор! 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 Квартии капитана Мещерской, подойдите! На эстафету Его Императорского Величества ответа не будет. Поскольку войны нет, фельдмаршал Александр Суворов командовать войсками не может. И не желает, ваше святество. Не изволь спешить, голубчик. С Богом, будь долг. Ваш Весокоронин, его сиятельство просит принять и не гневаться. По весне, говорит, ночи холодные, помилуй Бог, не простудился бы в пути. Не переродиться мне. Да и поздно. Баталии окончены, и я с викториями своими никому не нужен. По утру трубить сбор на последний парад. Еду в Коврино, в деревню, на отдых желанный. Солдаты! Фокшан! Этот крест вы мне дали за Фокшаны. Этот за Избаю. Эта звезда светила мне на небе в Варшавском. Алисандр Васильевич, батюшка, с вами заслужил. Вам и оставляю. Отец! Хоть слово скажи! Подойдите! Не уезжай! Сорок лет водил я вас от победы к победе. С вами я не знал поражений. Не отступал никогда. Буртугайцы, кенбурновцы, избаильцы, варшавцы, герои. Дети мои, прощайте! Помните Суворова, фельдмаршала и солдата. Храните боевую славу вашу! Храните ее в сердцах! Несите ее на штыках ваших! Вперед! Всех так вперед! Прохор, трогай! Пошел! Отец! Поехали! КОНЕЦ 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 И вот подошли мы к Измаилу. Грозная крепость. Во всем свете такое не сыщешь. Стены черные, за облака ушли. Глянули вверх, голова закружилась. Ну, думаем, не взять. Нет такой силы. А он посмеивается. Громозди, мол, такую же супротив Измаильской. Ну, сгромозди ли, да не такую, а малость повыше. И гонял он нас на ту стену от зари до зари. Вверх, вниз, вверх, вниз и опять вверх. Ну, и страх и пропал по облечтоль. И враз в это время приходит приказ от князя светлейшего Потемкина. Отступай, мол, Суворов. А он ему, не знаю, мол, такого слова чудного. И шлет Паше Турецкому свой приказ. А какой дяденька? Известно какой, Суворовской. Двадцать четыре часа на размышления – воля. Первый выстрел – уже не воля. Штурм – смерть. Помню, той ночью зимней держал я пост у его палатки. И вижу, выходит он, зашел на холме, встал и смотрит. А кругом ночь, туман, пустеющий. А ему все видать. Он из стены насквозь видит. Ему такая сила дана. Где редуты турецкие, сколько там орудий, где засады ночные укрылись – все видит. Час ли, два стоял, не помню. И вдруг – сигнал дает обыкновенный – ручками всплеснул и закричал по качетиному И, боже мой! Свелись ракеты, заиграли трубы, поднялась армия и пошла. От кромешный навстречу раскрылся землетрясение – Триста орудий упор, а мы идем. Умереть не думали, но и в живых остаться никто не думал. Иной уже убит, а ноги его сами вперед несут, и только штык сверкает. Вперед, вперед, кричит Суворов, и первый на стилу. А за ним и мы, и никакая пуля его не берет, и никакая сабля не рубит. Янычат огромадный, на него ятаганом замахнулся, а он только взглянул, да так и упал, замертво, сам видел. Ну, а конец всем известный. Виктория, слава. На чем навелись? Раздел седьмый, о доблести и о знании. Так. Кто знает дело, тот не знает страха. Быстрота есть спутница победы. Глазомер, быстрота внезапность. Вот наши вожди. И столководец тот, кто побеждает неприятеля, не доходя до него. Побеждай с первомышлью, а потом делом. А для сего надлежит, чтобы войска предводителя своего разумели, и каждый солдат понимал свой маневр. Знай и дерзай. За одного ученого, трех неученых даю. Будь прозорлив, осторожен, имей цель определенную. Возьми себе за образец героя. Наблюдай за ним. Иди за ним вслед. Поравняйся. Обгони. Слава тебе. Ты русская. Имей честь, Александр Васильевич, поймали. Кого поймали? Ленова. Ленова? А он как-то подбирался, мы его с Платонычем и поймали. Веди. Ступай, голубчик. Ступай, ступай. Иди. На колени. Кто таков? Откуда пожаловал? Шапку долой. Петр! Абатюшки! Абатюшки! Смотри, мяшка! Князь Петр! Спасибо! Родины ты мой! От, господа кавалеры! Здорово, старики! Здорово! Желаю ему, Петр Иванович. Ставь, не закрой! Огня прибавим. Платоныч. Кавалеров, дозор. Ваньку. Платоныч, ваньку. Ножка. Грибков шалененьких. Вот я низовый. Петра! Петенька! Аглицкие, итальянские, немецкие, французские. А вот от дочки вашей. Спасибо. Вот новейший план компании итальйской генерала Бонапарте. Смотрите, как ведет он бой. Он не дает опомниться. Его стремление отнять у противника волю и предъявить непредленно свою. Он сограет свои силы в кулак и бьет врага по частям. Удар за ударом. А потом конница. До полного истребления. До полной победы. Ну что ж, молодец. А только это не ново. Так-то и я, когда-то туры вбивал. Ах, как он шагает, этот мальчик. Пора его унять. Пора, а то поздно будет. Ты смотри, куда он держит путь. Италью он взял. Австрию эту убрать нечем. Сама под ноги ляжет. И вот куда падет его новый удар. Россия. Но тщетно двинется на Россию Европа. Она найдет здесь ненависть лютую. Доблесть великую. И свой гроб. А вот Михаил Илларионович объяснит нам этот курьез. Скажите, зачем? Кому понадобился этот старый... Вам угодно сказать? Гений. Да-да. Европе, ваше свидетельство. Только Суворов может оградить Европу от грозных сюрпризов генерала Буанапарте. Ехал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мишенька, одноглазненький мой. Вот спасибо, хоть одного раз дома встретил. Ой, мамоньки, генералов-то сколько. Андрюша, веди Андрюша, склизко. Андрюша, склизко. Здравствуй, Алексей Андреевич. Здравствуй, граф необычайный. Я, милый, житие твое каждое утро наизусть повторяю. Как так? А вот как. Прошедшего года ноября седьмого комендант, восьмого генерал, девятого в гвардию, двенадцатого в вороны, четырнадцатого Анну первой степени, да душ крестьянских двадцать тысяч. Оно мне года не прошло, графы. Где уж нам старикам за тобой угоняться? Я государю моему без лести предан. Волю его величества награждать не по заслугам. И, милой, были бы чины, да ордена. А заслуги завсегда найдутся. Его императорское величество просит графа Суворова-Рымникского пожаловать на личную аудиенцию. Вот спасибо. Ждать не заставил. Лакейл кланяется. Ваш сердце, это Лакейль? Знаю, милый, знаю. Оттого и кланяюсь. Сегодня Лакей, а завтра, гляди, барон. Лакейль? Хорошо. Продолжение следует... Богомерзкие незаконные правители Франции обрели военного вождя, Луанапарте. Сие ты знаешь, это угрожает опасностью союзникам наших. В Великой Британии, а паче всего Австрии. Помышляя о помощи, сочли мы за благо призвать тебя. И прежнее дерзостное неповиновение твое предать забвение. Во-первых, долг наш заботится о благе России и Европы. Жизнь моя и смерть принадлежат России, Ваше Величество. А почему решили мы вручить тебе командование армии нашей, чтобы возглавить совершенный механизм твоею военною славой? Боюсь, Ваше Величество. Механизмом командовать не сумею. Сумеешь? Не сумею, Ваше Величество. Сумеешь? Солдат мой. Как бы инструмент. Артикулум предусмотренный. Пружина для действия штыком или саблей. Армия великой зойности и порядка. Говори. Механизм. Пружина. Стал быть, болван. Болван, Ваше Величество, с штыком ли, саблей ли, так болван им останется. С такой армией не только я грешный, а кто и поболе меня, победы не одержит. Я людьми командую, Ваше Величество, а не пружинами. Вреди! Армия Фридриха Прусского покрыла себя славой. Я русский, Ваше Величество. Мне за Фридрихом гоняться не пристало. Вот разве конницы моей на поле, поня? Дерсность твоя! Сбожемер! Водя, Ваше Величество, увольте. Простите старика. Что? Брюха заболела. Ва! Шум! Шум, Горох! Измайл! Лава! Альшава! Лава! Фальтава! Лава! Лава! Слушай, старуха, вот что напишут на камне надгробном. Остановись, прохожий, здесь человек лежит на смертных непохожий. В глуши наклироси он пасом пел и славою, как Петр и Александр гремел. Ушатом на себя холодную лил воду, и пламень храбрости плевал в сердца народу. Не одобряешь? Ну и пошла вам дура. Шичко. Прохор! Рожка! Ну вот. Ушли все и спать залегли. Стареют, господа кавалеры. Ссылка. Неужто конец? Конец. Али не уберегся. Хе-хе-хе-хе. Я вас, яйца Анисовку, матушку, заверсту чую. Вот они где погребата ваши пороховые. Вот и доверяй вам. Поставь! Тогда караул! Только ни к чему все это, Прохор. Ухожу я. Куда же это, помилый бог? В монахи. На постриг великой. Время мое наступает. Скоро я должен отдать рапорт генералу моему. Всем мужикам вольную. Пушкины колокола. Там монахи. Имя свое. Гордая Александр. Сменю. И назовут меня Акакием, либо Агафоном каким-то. Хе-хе-хе. Матерьки свет. Да какой же из тебя, помилый бог, Мадан. Мне, что ты без Анисовки обойдешься. А я? А господа кавалеры? А они как? Неужто тебя покинет. Так батальонной шеренкой в монастырь-то и попрем. Что тогда от монастыря-то останется? Срамота одна. Хе-хе. Пропьют, господа кавалеры-монастырь. Нет, Александр Васильевич, не гневи Бога. Не возьму. А Нисовка, Богу не вредит. А нет. А нет. Иди-ка ты, Прохор. Завтра потолкуем. Кого еще там нелегко не несет? Из Санкт-Петербурга, Александр Васильевич. Отворот-поворот. Для Санкт-Петербурга нет боли из Суворова. Нету Суворова, нету. Где же вы тогда, Александр Васильевич? Где? Помер, представился. Спасибо, милый. Неужто так и сказать? Курьеры. Его императорского величества. Именной указ. Именно мной? Ну, скажи на милость, и помереть-то не дадут. Ну, пусти. А-а-а. Посланник богов. Нет от тебя спасения. Нет, Лейб, гвардии, генерал-майор Толбухин. Узнаю. Извольте, сударь, вручить указ. Прохор, прими плащи. Павел Первый, император Суворовов. Сейчас получил я известие срочное о настоятельном желании союзников моих, дабы вы предвод... Глаза застилает. Читает, генерал. Дабы вы предводительствовали армиями в Италии. А посему, при теперешних обстоятельствах европейских, предлагаю вам немедля взять дело и команду на себя. Павел. Взять дело и команду на себя. Поздно, царь-государь. Теперь уже поздно. Поздно, поздно. Полагаю, что генерал Буанапарте армию австрийскую разбив... И разобьет. Разобьет, это нетрудно. Всеми силами своими на Россию обрушится. Буанапарте? Да. Это истый полководец. Но на Россию... А нет! Всех гавалеров будить! Вы здесь, воссохдительство! Люборка! Пулей лети к старости Фонки. Займи 200 рублев в долг на дорогу. Прошка! Мундир! Не даром я на клиросе башен пел. А теперь запою Марсом! Лошадей закладать! Час собираться, другой отправляться. Да Бубенцов! Бубенцов поболит! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Побилуй Бог! И этих побили! Последний в Италии! КОНЕЦ Вы храбро дрались, помилуй Бог! Особливый ты, генерал, славно ею управлял! Грешно отбирать не возьму! Клянусь, никогда не поднимать ее против вас, генерал! И правильно, во второй раз нипочем не отдал! Встаньте! Их свободен! Свободный выхт, генералы! До свидания! Париже! На Париже! КОНЕЦ КОНЕЦ К фельдмаршалу Суворову от его величества императора Австрии пропустить! КОНЕЦ Вот, господа генералы, приказ австрийского придворного военного совета. Коему мы подчиняемся? Австрийская корона не заинтересована в предприятиях неверных и дальних. Священная империя уже вошла в предначерпанные пределы. Ну, короче говоря, мы прерываем кампанию. Мы не идем на Париж, мы идем в швейцарскую землю, поручать русские полки римского Корсакова, ибо господа австрийцы от безделья при устав отходят на зимние квартиры. Подписано. Франц. Император. Прошу оставить мне одного. Хотел бы я знать, сколько золота дала французская директория за этот маневр, и кому именно. Ваше Величество. Прошу оставить его. Прошу оставить его. КАРАНСЯ Видишь? Чуешь, куда посылаю? В обход. Французам в тыл. И так скоро, как сможешь. Не в первый раз, Александр Васильевич И не в последний Дорога трудная Горный козе в пору Да твоим ягерям, князь Пётр Пройду За одну ночь пройду И сяду им на плен Подняться надо Выше них батарей Пройдёшь ли? Пройдёшь, пройдёшь Ты у меня везде пройдёшь Чуть свет, ждите моего сигнала Значит, по твоему огню Я начну атаку Ну, с Богом Субтитры создавал DimaTorzok Он оставляет в долине только второстепенные батальоны Там только заслоны Пагратиона послал в обход Опять изменили план? Вот именно Все главные силы Он ведёт на Сен-Готарту Безумие Ведь это прямая дорога к смерти Прямая дорога во французский тыл Учтите это Не теряйте ни минуты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Домой! Ах ты, мать не честная А далее это Ещё круче Здорово! Чудо-богатыри Ну что ж, братцы Перемахнём Пригорочек Пригорочек Ему всё, пригорочки Орёл А нудо-богатыри Орёл А нудо-богатыри А нудо-богатыри КОНЕЦ 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 Ваше следствие, надежда на Багратиона очевидно потеряна. Надо либо начинать штурм, либо... Багратион в огне! Смотрите, он над их головами! Не выдадим своих! Распустить знамена! Вперед! Позор и смерть тому, кто отстанет! Вперед! ГОВОРИТ ПО-КРАИНСКИ КОНЕЦ Прохор Семенович, доложи Александру Васильевичу. У Александра Васильевича совет. А ты стой. Человека нашли. Ну? В нашей одежи. Видать, свалился сверху, разбился насмерть. Стали сердце щупать. А у него пакет... Вот путь. Труднейший, но кратчайший. Александр Васильевич. Господа генералы, вынужден прервать совет на краткое время. Найден мертвый человек. И при нем письмо. Написано на немецком языке. Темно, не разберу. Ну-ка. У тебя глаза молодые. Отойди. Переведи, голубчик. Переведи, голубчик. Цаверный собор следовая. И кpak касinker снимокè. Сугоров опять изменил свой план. Tá? Давай. Простите, эксцеленс, здесь на Сен-Готарде находятся лишь немногие батальоны, главные силы остались в долинах. По-видимому, цель генерала Суворова... Полковник Тур переводит не точно. Суворова вновь изменил направление. Главные его силы находятся здесь, на Сен-Готарде. Цель Суворова ударить вам в тыл. Спасибо, голубчик, правильно перевел. Кому это письмо? Французы Мишенька, генералу Массени. На этот раз не удалось. Прости, голубчик, сам виноват. Двенадцать ружей. Государ. Встаньте, полковник. 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 Субтитры подогнал «Симон» Александр Васильевич Александр Васильевич из Швейцарии с эстафетой Проводника убили, лошадь пала, обмерз Сиди, сиди Откуда герой? Из Швейцарии В пакете 7 высочайший указ о присвоении вам звания Генералиссимуса армии российской Вам воздвигается бронзовый памятник Что, Порцаков? Дрался с Массеной Точнее Разбит И корпус его рассеян Разбит 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 Господа военный совет, в непрестанных боях, отменными манёврами, мы разбили врага во много раз сильнейшего. Штурм Сен-Готарда открыл нам дорогу. Слава Багратиону, это его дело. Мы вырвались из смертных теснин, и цель была близка. Была! Но правде и смерти надо смотреть прямо в глаза. Короче, мы преданы изменой союзников наших. Ваше сиятельство. Да не тобой, Вейротор. И не тобой, Элфенберг, сиди, молчи. Но паладин ваш, эрцгерцог австрийский, обнажил фронт на швейцарской земле. Тем самым освободил силу французов. И римский Корсаков разбит. Корпус его рассеян. А теперь эти новые вражеские силы угрожают уже нам. Перед нами Лекурб. Слева подходит Массена. Это 75 тысячи, супротив наших 12. Нас разделяет пропасть. На дне оной горный поток рейса. Отступления нет. Тыловые тропы закрыты обвалами. Мы окружены. Да, окружены. Еще никогда войска, предводимые мною, не были в положении столь гибельным и грозным. Господа военный совет, жду ваших мнений. Отмаялся. И нам ждать недолго. Сдохнешь с голоду или замерзнешь. Видишь, куда зашли? Гляди, дороги нет? Что ж, братцы, может, ты впрямь в конец пришел. Экселленс, я полагаю первым нашим долгом спасение измученной армии. Единственный выход, я с трудом осмеливаюсь произнести слова, которые вы, экселленс, презирали всю жизнь. Нам остается одно. Сложить оружие. Сложить оружие. Иного выхода нет. Есть. Вот пропасть на дне река Рейса. Через сию пропасть можно пройти. Чертов мост? Да, чертов мост. Соломина единая. Но через сию Соломину, путь к победе, мы снова выйдем французам в тыл. Невозможно. Тропа к мосту слишком узка. Впереди неприступный проход между узками. Узкий коридор, защищенный французскими пушками. Достаточно одной пушки, чтобы остановить любой штурм. Знаю. На сии пушки Багратион нагрянет сверху. Так, для с Петра, тебе не впервой. Обойдешь с егерями по скалам, возьмешь французскую батарею, откроешь нам путь. Денисов с Платовым вниз. По скату выйдут вправо от моста. Я с Пелорадовичем ударю в лоб. Ну как, господа военный совет, штурм? Штурм. Штурм, штурм. Безумие. Армия измучена. Величайший. Все сокрушающие храбрости моих чудо-богатырей. Не сомневаюсь. Карпович, прихожи собрать стериков. Буду говорить с ними. А твои австрийцы пойдут в резервах. Господа офицеры. Прошу к войскам. Все? Все, ваше сиятельство. А где кавалер Огнев? Приставился. А Прохоров? Кончился поутру. Застыл. Вечная память богатырям. Великие были герои. Помню Сизмаила. Слава их не умрет вовеки. А нам эту славу и впредь нести беспорочно. Ну что ж, старики, высоко мы с вами залетели. Повыше туч. Сюда поди. И ворон костей не заносил. Много наших костей по дорогам осталось, ваше сиятельство. Тяжело, старики, знаю. По одному заряду на ружье. Последний сухарь подинили. Тобачок только во сне снится. Трудно. Когда взяли вы Измаил, помню, писал я о матушке императрице. На такой штурм, ваше величество, могу решиться лишь один раз в жизни. Помилуй бог, теперь вижу, что бывает и потруднее. Ну что ж, старики, выше головы. На нас молодые смотрят. Их учить надо. Пойдем вперед. Было бы куда. Ну, смерть нам не страшна. Она нас боится. Так что, Давдеич? Идти-то вроде некуда, ваше сиятельство. Когда ж это было, чтобы нам идти некуда? Глядите. Вон недалечие, горная щель. Проход узкой. И там пушки французские. А ты не бойся. У нас на пушке упрала скорая. Князь Петра с егерями. По обход и сверху. А тут и мы подоспеем. А далее подогнем вражеским мосту на штурм. На чертов мост. Верно? 60 шагов в длину, 7 в ширину. Вот только вниз смотреть не моги. Верста без малого. Пройдем мост. Пробьемся. Выйдем французу в тыл, на зеленую равнину. А там хлеба, до солнца в болю. Есть другой путь. Сжечь знамена. Сорвать кресты. Стать на колени перед басурманами. Что ж молчите, господа кавалеры. Или вы не дети мне боли? И я не отец вам? Что ж. Клитак. Похороните здесь. Нашу славу боевую. Только вместе со мной. Сидины свои позору не отдам. Сдаваться не стану. Ройте мне могилу. Похороните меня здесь. Дозволь сказать, Александр Васильевич. Прости, ваше сиятельство. Коли не так, что сказали. Шли бы к тебе, думали, скажем, попросту. Сила, мол, на убыль пошла. Иди, мол, назад. Так, что ли, господа кавалеры? Дороги, мол, вперед нет. Свету конец, преисподня. Пропадем зазря. Слепли, видать. Пути, дороги не усмотри. А вот ты объяснил. Не за себя говорю, а за всех. Иди, Александр Васильевич. На мост этот самый. Черт его строил или нет. Там все едино. Пройдем. Иди. И молодых за собой поведем. И мы дадем славы. Иного, лишь что, спасибо, богатыри! Ура! Воины, орлами взлетели вы на самые высокие вершины Европы! Древняя слава в знаменах ваших шумит! Победа гаит на острых штыков наших! Победа вас любит! Вперед! Победа вас любит! КОНЕЦ КОНЕЦ Мост! Мост взорвали, дьяволы! Очистить дорогу! Стрелки за прикрытие! Отвечать на огонь! Разобрать избу! Строить мост! Все генералы, все капиталы вперед! Снять поездные шарфы, вязать приемные шарфами! Мост готов, ваше святство! Вперед, орлы! Смотрите, как умеет бить врага! Ваш старый фельдмаршал! Вперед! Генедовь! Генедовь! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!